Из РФ полным ходом идут сообщения о том, что население использовало карантин для того, чтобы заняться видом спорта, который набирает все более высокие обороты. Этот вид спорта хорош тем, что в каждой конкретной местности люди находят одну из его многочисленных инкарнаций. Самым распространенным вариантом этого спорта является бдение. Смысл его заключается в том, чтобы приставить руку к своему лбу в виде козырька и внимательно всматриваться в небо. Наверняка в это время с юга уже начинают лететь перелетные птицы, и россияне с надеждой могут высматривать аистов. Есть большая вероятность того, что пропавший Путин объявится именно с аистами, чьим большим другом он является. Можно смотреть и в сторону того места, где пасутся лошади. Путин может оказаться на одной из лошадок, поскольку их народная примета гласит, если Путин не на аисте, значит на лошади. Раньше примета была длиннее и в нее помещалась известная гимнастка, но ввиду преклонного возраста героя ее уже туда не включают, а самого пациента давно перестали называть старик Кабаев. Правда идут сообщения о том, что некоторые уже совсем отчаявшиеся россияне облачаются в акваланге и рыщут на морском дне, аккурат там, где Путин может искать старинные амфоры. Ведь уже давно известно, куда Путин не нырнет, там сразу же образуется старинная амфора. Куда не закинет удочку, там уже его ждет щука с тремя желаниями. Но и тут не сложилось. Такая заинтересованность в фигуре фюрера случилась не сама собой. На самом деле Путин сидит в одном из роскошных бункеров и посылает наверх успокоительные сигналы, мол, все хорошо, все хорошо. По крайней мере, россиянам не о чем беспокоиться, поскольку ситуация под его личным контролем. В своем пасхальном обращении к Черни он так и сказал, ситуация с эпидемией коронавируса в России находится под полным контролем и завершится благополучно с Божьей помощью. У страны есть все, чтобы, объединив усилия, решить возникающие проблемы. Здоровая, сильная экономика, научный потенциал, необходимая материальная и высокопрофессиональная база в сфере здравоохранения. Все уровни власти работают ритмично, организованно, ответственно. Ситуация находится под полным контролем. Все наше общество объединяется перед общей угрозой. Никаких сомнений нет. Мы достойно пройдем через посланные нам испытания. Правда, накануне этого выступления РФ стала второй в мире по количеству новых инфицированных за один день. Но думаю, что после таких обнадеживающих слов фюрера, статистика опомнится и начнет показывать резкий спад. И, в общем, все бы это сработало в штатном режиме. Люди, как обычно, поплелись бы к своим телевизорам, где глубину путинских слов растолкуют Соловьев, Киселев, Скобеева и другие, любимые россиянами, деятели искусств разговорного жанра. Но этому помешало два момента, которых раньше не ощущалось. Первый заключается в том, что у Путина опрометчиво не додумались издать указ, чтобы люди закрасили белой краской свои окна. А за этими окнами происходит такое, что совсем не согласуется с бодрыми словами Путина. При этом на многокилометровые очереди скорых к больницам там уже никто не обращает внимания. С этим уже смирились, и доставка пациента в больницу с очередью в 9-15 часов просто стала нормой, но интерес стали вызывать другие сюжеты. Вот какую-то женщину затянут в полицейскую машину, а следом орущего ребенка. Вот кого-то полицаи закрывают палками, ибо именно так они понимают действия, необходимые для соблюдения карантина. Или, говоря словами старика, это и есть все под контролем. Но тут оказалось, что запертые на карантин люди продолжают иметь наглость открывать холодильник и что-то там рассматривать. Чем дольше карантин, тем грустнее вид этого самого холодильника. И тогда начинается такое, что из окна выглядит совсем не так, как из путинского бункера. Еще и месяца не прошло, а людям уже нечего есть, и они начинают выходить на улицы. Как во Владикавказе, например. Причем все это происходит на фоне ежедневных рапортов о том, что Путин лично распорядился выделить какой-то серьезный триллиард рублей для поддержки чего-то, их у миллионы рублей для стабилизации. Но это все хорошо, а в холодильнике все равно не прибавляется. И тут люди с ужасом осознают, что они ведь не работают и зарплаты не будет, то есть просвета не видно вовсе. Именно в этот момент они и начинают выискивать Путина на аисте, лошади или в батискафе, чтобы задать простой вопрос. Вова, где деньги? Где твой стаб-фонд, который должен три года давать прожить безбедно? Где это все? А кто-то даже хочет подержать старика за горлышко без всякого там дзюдо. Только вот случилось так, что старика нигде нет и спросить его о чем-то не представляется возможным. Мало того, из бункера он посылает публике бодрые видосы и пишет веселые тексты о том, что у него и бога все под контролем. Публике ничего не остается, как записывать ответное обращение, из которых следует, что холодильник начинает выигрывать у телека по очкам. Для тех, кто может спокойно воспринимать совсем уж трехэтажные конструкции, можно послушать пожелания россиян, которые они шлют своему фюреру. Но самый пикантный аспект этой ситуации заключается вот в чем. Россияне до сих пор так ничего и не поняли. Они наивно полагают, что тот самый фонд, за счет которого обещают безбедно прожить то ли 6 лет, то ли 3 года, за месяц этот срок сократился вдвое. Имеет в виду, что это они так безбедно будут жаровать 3 года. На самом деле есть круг лиц, которые действительно воспользуются этими средствами, но он совсем небольшой и все граждане РФ никогда в него не входили. Посему просьбы дать оттуда денег будут иметь известный ответ. А второе заблуждение состоит в том, что связывают неприятности с карантином. На самом деле карантин только катализатор процесса. Ведь когда они выйдут на работу, они думают, что постепенно денежки пойдут в том же темпе. Но они, эти самые граждане, находятся десятым или двадцатым звеном денег, которые заходили от продажи нефти и газа, а это уже кончилось. Москва уже не может продавать их задорого. Поскольку никто не купит, а продавать дешево, это значит прекратить наполнять систему, которая по капиллярам доводила эти деньги до конкретного холодильника. А с этим все кончено. Эпоха тучных лет и шального бабла закончилась. И теперь надо учить слова песни, суровые годы приходят. Да, этот кризис пройдется по всем, но тем, кто привык жить прямо или косвенно с нефти, придется больнее всего. Так что счет в пользу холодильника только пошел вверх. Ссылки на происходящее событие найдете под этим видео.